Друзья, приветствую! Николай из Краснодара прислал посылку с образцами масла Shell Helix Eco 540. Допуски у данного масла только по API. Это SNCF. Ограниченное количество допусков, но, видимо, чтобы удешевить продукт. Так, вот описание масла автомобиля, условия эксплуатации, небольшое. Это BMW 320 дизельная. В общем-то, сами видите, здесь стоит, наверное, обратить внимание на то, что есть расход масла. Далее сделаю акцент на этом. Ну и давайте приступим. Образец данного масла есть. Видео уже был на канале с проверкой и с созданием эталона, поэтому сейчас я только проверю свежее масло, сравню с эталоном. Так, сейчас прибор проверяет частоту окон, измеряет фон. Это необходимые такие настроечные, калибровочные, все дела. Вот и сейчас я закладываю масло. Вот уже на записи экрана вы увидели. И давайте посмотрим, что намерит прибор у данного масла. Смотрите, от эталона 99 процентов. Ну, практически стопроцентное попадание. Немного гликолия видно, но здесь такое, это уже может быть погрешность небольшая. Смотрите, сажи. Ну, понятно, что нет. И показатели. Кислотная 1,77. У эталона было 1,7, то есть 0,07 процента отличия. Все похоже. И щелочное у эталона было 10,5. В данном случае видим 11,1. Здесь чуть-чуть погуще замес. Вот, то есть больше здесь кальция. Видимо, чуть-чуть. Так что, ну, как бы сомнений, что это данное масло нет. Вот даже видите, какое попадание 99 процентов по противоизносным присадкам. Ну и можно приступать к проверке и отработке. Это, как я уже говорил, БМВ двухлитровая, дизельная, 167 сил. Значит, сажевый фильтр. Ой, фильтр, да, сажевый удален. Объем масла 5,5 литров, 225 тысяч километров пробега. Так, смотрите, противоизносных присадок 125 процентов. Это, значит, присадка попадает из топлива. Видимо, с учетом того, что здесь есть небольшой расход масла, уже естественный износ и даже 5,40 не хватает, попадает в картер топлива. Так, нитрование нарастает. Сажа, кстати, немного топливная в нормальном состоянии. Ну, здесь, значит, сажевого нет. Фильтра 0,34. Хороший очень показатель для для такого пробега и для, в общем-то, возраста. Что можно отметить? 6,2 щелочное, 3,33 кислотное. Но кислотное, я вам могу однозначно сказать, это вот от противоизноски из топлива. Оно имеет кислую такую среду и, как бы, поднимает кислотное. То есть здесь, как бы, нет ничего удивительного. Давайте, значит, покажу вам, изменение вязкости, если есть. Николай мне, значит, подтвердил, что ездит до работы и обратно и мотор иногда даже не успевает полностью прогреться. Ну, мы видим, да? Практически, практически 66, более 60 процентов разжижения. То есть достаточно сильное разжижение, причем это не сажа, как вы видели, это именно несгоревшее топливо, которое попадает на прогревах. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Да, кстати, если подпишетесь 10 раз подряд, то вообще будет супер, шутка. Ну и давайте посмотрим прогноз, что получилось. Получилась вот такая картина. 270 моточасов. Это по моющим нейтрализующим свойствам, но здесь надо понимать, что кислотность сокращает прилично, потому что она нарастает достаточно сильно из-за присадки в топливе. По нейтрованию 350 часов, но здесь более-менее. Ну и посмотрите, также вязкость очень сильно ограничивает срок службы 280 часов. 270-280 часов в данных условиях это вообще потолок. Вот далее уже там становится рискованно и опасно. Но я хочу отметить, что в общем-то это состояние двигателя играет здесь роль большую. Топливное в хорошем состоянии, но видимо уже естественный износ колечек, чуть побольше зазоры, особенно на холодную. Возможно уже тогда в холодном состоянии двигателю кольцам подвижности колец не хватает, чтобы полностью компенсировать зазоры. И вот в этот момент попадает противоизносная присадка из топлива и естественно она приводит к ускоренной деградации масла. Вот и опять же это видно хорошо вот сейчас на картинке по сильному разжижению. Это сильное разжижение. Ну, к сожалению, вот так. Здесь масло против бмв, скажем так, мотора. В принципе масло недорогое было. Не знаю как сейчас, раньше было недорогое. На такие интервалы 250, вот самое то. Сейчас, наверное, надо искать другие альтернативы в отечественных маслах. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Николая за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. А, кстати, хотел сказать вам. Проверял на днях масло. Как вы считаете, способна ли подделка отработать более 350 моточасов? Я был очень удивлен. Скоро увидите, узнаете ответ на этот вопрос. Ну, а пока берегите себя и близких. Всем удачи, мира. Увидимся в следующих видео. Пока!